добрый вечер друзья и подписчики сегодня изменила локацию и думаю поболтать с балкона так как мой рабочий день двигался длиннее обычного и решила не отправляться в длительные путешествия просто на балконе собраться с мыслями и поделиться с вами этими мыслями так вот не могу сказать что неожиданно но с некоторых пор меня заинтересовал некоторый феномен русскоговорящего русскоязычного youtube а почему я так говорю потому что в рекомендациях получаю собственно видео с разных стран и каналов но говорю сейчас именно о русскоязычном ю тубе там где мы следим за перипетиями жизни лена хэппи которая сейчас вернулась сша и жизнь ее наверное станет стабилизироваться ее интересуют рутинные темы она вернулась так сказать на землю обетованную нужно заниматься вопросами здоровья заработка и общения с нами но в своей привычной оболочке я думаю все дальнейшие тайны откроются нам постепенно тем не менее интрига будет держаться и линия ведения канала естественно существует неважно посоветовали ее либо лена забрала ее сама так вот меня заинтересовала тема обзорщики и фрики ю туба как две линии ведения каналов вот я задумалась над тем как мы можем стать популярны как становятся популярны некие личности на ю тубе и так бесспорно обзорщик это один из самых популярных моментов одна из самых популярных линий как можно развить свой канал или задумайтесь я задумывалась над этой темой и для себя мы можем скрывать себя как личность не показывать никогда что демонстрирует нам два довольно популярных в русскоязычном комьюнити обзорщика естественно их существует намного больше чем два но я говорю о двух мужчине и женщине оба из которых не спешат показать себя да и в принципе я думаю не сделать этого никогда как сегодня мы писали в комментариях с одной дамой на моем канале мы восхищаемся и любим в ком-то совсем другое ведь ей в этой фразы постановки юмор или сарказм и каждый берет чем-то своим окей я не буду отрицать наличие эпистолярного жанра неких талантов или просто возможно человек много читал но многие из нас читали немало и если мы вспоминаем язык и речь что она может быть также цветастой и кустистой довольно таки описательные примечательные кстати современное поколение читают намного меньше и речь их часто бедна она не такая цветная и здесь вы правы только единственное что мне хочется сказать качество речи или манера преподносить материал или тему ничуть не отменяет влияние и мысль самой темой ведь можно обижать или задевать человека красивыми эпитетами описывая его лишь просто скользя на острие ножа для своей аудитории ведь не будет тайной сказать что каждый из обзорщиков работает на определенную группу аудитории это довольно-таки четко заметно слышно и для примера могу сказать что другим людям или людям или зрителям другими мнениями эти обзорщики часто и не отвечают считая их уже чем-то таким недостойным или такие вопросы считаются меньше ступ меньшинством так скажем они реагируют на большинство что принципе объяснимо другой момент как можно это расценивать но не будем на этом останавливаться так подробно вторая дама обзорщик тоже никогда не показывает себя отличается при этом чем что без безапелляционно довольно таки любит штампы шаблонное мышление и но при этом часто говорит о женщинах из других стран которые приехали изменили жизнь вышли замуж или ищут кого-то пробует теряют находят работы то есть находится в абсолютно другом среде чем дама которая обещает о их жизни она делает иногда оговорки что да я так думаю всего лишь я так думаю но тогда эти оговорки надо делать после каждой фразы потому что это лишь твое мышление которое ты стараешься или стремишься навязать обществу которая готова схавать все это такое слово но вы понимаете его смысл любую информацию которая нам удобно говорим да это не секрет youtube огромен аудитория огромна и каждый из нас найдет свой срез найдет свою среду где мы будем популярны любимые или ненавидимы так все это функционирует поэтому я отношусь спокойно к существованию обзорщиков за небольшим исключением не было бы интересно увидеть их лица а также реакцию людей и ответы самих обзорщиков на то если кто-то ненароком начнет задавать вопросы об их внешности или их жизни что собственно природно для людей ведь люди всегда интересуются хотят узнать больше а тайны порождают порождают еще больше вопросов чем больше границ и замков мы имеем тем больше вопросов задаем и так фрики что если я буду скрывать имена кто-то скрывает свои лица но я не хочу бравировать именами и не хочу делать кому-то неприятно возможно такое общение превратится в игру и вы сможете угадать в лицах кого я описываю кого-то знакомого вам ведь все мы нередко бываем на одних и тех же каналах фрики своего рода обезоруживающая вишенка на торте это обезоруживающая непосредственность или глупость и желание преподнести себя с другой стороны когда несколько других попыток обычных попыток изначальных не увенчались успехом ведь не будем скрывать каждый из нас если не разрабатывать то продумывает некую тактику ведения канала совсем хаотическая тактика редко приносит результат кто-то считает себя творческой личностью кстати отношусь к таким же но если мы вещаем фактически и не имеем плана даже наше вещание превращается в нечто непонятное вопросительно ведь мы для каждых для каждого человека звучим по-разному и непонятно изначально что мы хотим выразить буду говорить о женской аудитории естественная девочка и в мои рекомендации попадают как мальчики так и девочки и я остановилась мне стало интересно посмотреть некоторых блогеров которые недалеко от меня географически как-то раз я попала на один небольшой развивающийся канал где хозяйка была несколько необычные странные возможно в чем-то экстравагантной остальных прилагательных я не могла ей дать пока не спешила характеристиками я хотела узнать человека или личность больше естественно по ее реакции по ее общению со мной и другими окружающими дамами на фоне котиков политики винтажа цветов я увидела противоречивое общение но довольно быстро для себя отметила некую резкость суждения некий максимализм который скорее характерен для девочек в двадцать лет окей мы остаемся детьми в 30 и 40 и может быть ими в 50 говорено об этом много тем не менее мне неприятно поразил тот факт что общаясь на том канале ровно и дружественно я получила в ответ холодный душ наверное вам не почувствовали конкуренцию подумала я хотя я была настолько молчаливая практически без зуба ведь я никогда не показываю зубы если меня не вызывают на бой но когда мне приходится отвечать я могу и должна обнажить все свои достоинства высокая самооценка полезно во взрослой жизни но преувеличенная самооценка не красит никого и не является правдивым помощником на пути раскрытия себя мы часто можем одеть розовые очки вернее публика комментаторы хейтеры или хомяки как называют их в кавычках часто водружают на нас розовые очки и мы больше не видим себя в реальном свете так вот на канале начинающего блогера дамы из одной небольшой симпатичной мне страны я прочитала хоккеристику себя где она назвала меня а ты кто такая жопа без ручки или жопа с ручкой соли я не помню точно эту фразу какая-то одна из инета назвала она меня так также как и ты как или на хиты ну что я пришлось ответить ей ты такая же жопа с ручкой все я не нашла и не других слов и было немного обезоружена таким безополиционным ответом такой ответ я получила после того как дискутировала на канале но дамы и господа почему форма ведения диалога дискуссии для вас ненормально ведь обмен мнениями нормальным во всем цивилизованном мире мы должны обладать долей толерантности понимания и восприятия других людей других мнений мы можем обмениваться ими культурно и приходить даже к разным выводам при этом не становясь врагами таким образом мы обменялись этой страны рокировкой из слов и я не стала продолжать диалог хотя несколько человек пытались спровоцировать меня на это я ответила сама себе зачем я буду просто наблюдать я люблю наблюдать за незнакомыми людьми и не быть горячей на выводы возможно на мнение человека влияет усталость в плохой день или плохое настроение поэтому выводы о людях я делаю лишь после довольно длительного общения хотя я скрою некоторые эмоциональные вбросы характеризуют людей быстрее чем они хотели бы раскрыться ведь недаром говорят что первое впечатление такое важное ведь его сложно смыть с одной стороны это может быть мыльная опера это может быть чем-то изображенная картиной и неправдой но первое впечатление сложно смыть с ним потом сложно расстаться хочу сразу оговориться слово фрик в моем понимании и в моем применении не является чем-то отрицательным под фриком скорее всего я подразумеваю какой-то собирательный образ на который решил пойти блогер после попыток показать себя по-другому если эти попытки были не так удачны или провальны блогер выбирает попытку быть фриком быть кем-то кто сильно выделяется из толпы не важно чем мнениями внешностью поведением тем как он преподносит факты фриком быть сложно и легко а можно нести любую ересь любую чушь противопоставлять себя толпе обществу друзьям товарищам ты все равно получишь противников и предупреждаю я ненавижу экспертов в любом возрасте ближе всего мне те продвинутые личности которые учатся и в 70 и в 80 говорят я мудр но мне есть чему набраться мудрости у склонов тибета эти люди не бывают максималистами они не бывают не обладают туннельным мышлением и они склонны всегда посмотреть и услышать другое мнение сразу антипатию вызывает человек который утверждает свое мнение максимально любой тезис любое правило которое является для этого человека неоспоримым он пытается навязать обществу и его мнение должны разделить если его мнение не разделяют на его канале он будет причислять такого человека зрителя или читателя врагам является ли для вас загадкой почему именно женское общество и комьюнити так токсично я вспоминаю один из комментариев на своем канале где дама написала лучше дружить с мальчиками и мужчинами а я добавила лучше дружить с деревьями я была обескуражена когда прочитала ответ дамы из симпатичной мне страны которая написала это ты грубая кто-то там а я нежный цветок при этом человек не знает меня абсолютно интересно еще и то что мы так часто вспоминаем психологию и все не правда ли интересуемся этой наукой которая помогает нам продвигаться в жизни заключать правильные контакты и избегать подводных камней так вот самое интересное что не слова но дела характеризуют нас и непроизвольные реакции эмоционирование выдают нас быстрее и сильнее чем нам хотелось бы поэтому можно порекомендовать сдерживать свой максимализм в этом взрослом возрасте либо продумывать свои действия либо если ты хочешь вылить в youtube все свои эмоции и проявлять себя здесь с разных сторон то жди потом что это заметит масса публики и ты получишь соответственную реакцию никакая реакция дамы и господа не бывает без ответа даже если ошибочно кому-то кажется что человек молчалив без зуб или апатичен это может быть всего лишь тактика тактика и наблюдения и тактика погружения в общество с целью узнать его лучше линия от гения до сумасшествия один шаг проста но и сложна одновременно и если вы будете актрисой которая отыгрывает то чего нет вам будет сложно на этом пути либо вы будете максималистом который несет миру все подряд постоянно сталкивается обум с разными мнениями которые не желают принимать что тоже не свидетельствует о зрелости но если вы хотите играть вечную девочку или неопытного ребенка это нельзя смешать в одном флаконе со специалистом в разных областях мне было бы интересно узнать а кого вы считаете фриками ютуба интересны ли вам эти личности как долго вы можете наблюдать за развитием таких каналов должна сказать мой ответ неоднозначен я смотрю каналы фриков тогда когда и нечего смотреть нет содержательной информации либо чисто по фану перед сном но смысловая нагрузка и информация такова что мне часто жаль времени кстати небольшая ремарка я читала когда мы делают обращать внимание на приятный мужской голос они говорят что мне нравится слушать того или иного обзорщика потому что его голос приятен или я смотрю его перед сном сначала я разделяла эту точку зрения но потом поняла что когда мое мнение расходится с мнением обзорщика то никакой голос не может больше услаждать мои уши потому что я не согласна в принципе спасибо за внимание спасибо за внимание и спасибо заacje вот районы около ряд ладно rim